Депутаты Совета Ухты сегодня проголосовали за кадровые перестановки. В частности, утвердили нового председателя контрольно-счетной палаты и согласовали кандидата на должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Подробности у Татьяны Супряткиной. Особый акцент депутаты сделали на социальной поддержке многодетных родителей. Отныне семьи, в которых родится трое детей, смогут рассчитывать на денежный сертификат. На мой взгляд, проход недостаточно проработан. Мы почему-то ограничиваемся только одной позицией. Это столько, чтобы работник или его жена отработали и прожили в Ухте 5 лет. Но совершенно не учитывая ни возможное социальное, финансовое обеспечение этих семей, ни срок, не устанавливаем срок, в котором семья должна пользоваться квартирой в городе Ухте. Бурное обсуждение вызвал и вопрос о передаче в республиканскую собственность детского парка. По проекту на баланс региона придут 11 объектов, в том числе и этот земельный участок. Однако горожане опасаются, что территория парка кажется в частных руках, и его будут использовать не по назначению. Например, для строительства элитных домов. Я бы на месте людей, которые опасаются передачи в республиканскую, не в частную какую-то, а в республиканскую собственность, я бы опасался другого или задавал бы вопрос, а почему очень много лет с этим парком никто ничего не делал? Почему не восстанавливали из разрухи, из запустения того, к чему он пришел за этот большой долгий период? Значит, передача в республиканскую собственность – это механизм восстановления детского парка. Глава республики Коми, как мы все помним, пообещал свое содействие. Деньги на это дело, так сказать, уже выделяются. И я думаю, что в ближайшей обозримой перспективе, в ближайших лет, мы наконец-то увидим наш нормальный детский парк в каком-то достойном виде. Не остались без внимания и поправки федерального законодательства. Депутатам пришлось проголосовать за приведение муниципальных нормативных актов в соответствии с изменившимися законами. Например, с будущего года вводится новая система налога на имущество физических лиц. Он будет рассчитываться от кадастровой стоимости имущества, а не от инвентарной, как сейчас. Все сборы от налога останутся в бюджете города. Татьяна Супряткина, Александр Домбурович, Павел Щеглов, телеканал Юрген, Ухта.